Учебный год 2019-2020 остался практически без четвертой четверти. Всему виной коронавирус. В конце марта школьники ушли на традиционные весенние каникулы, которые в этот раз нетрадиционно были продлены и получились двухнедельными. 13 апреля школы начали работать в штатном режиме. В связи с эпидситуацией Минобразование разрешило по желанию родителей оставлять детей дома. До окончания учебного процесса несколько недель. Так как же будут аттестовывать школьников? В Мозорском отделе образования уверяют, проблем не будет. Разработано несколько вариантов. Если ребенок аттестовывался по трем четвертям и имеет оценочки за четверть, за первую, за вторую, третью четверть, то по решению родителей и согласованию с администрацией школы ребенок может быть аттестован по трем четвертям. То есть складывается три оценки за каждую четверть и делится на три. То среднее арифметическое. Как правило, оценка ставится в пользу ребенка. Второй вариант. Ребенок три четверти отучился и в четвертой четверти посещал занятия, потому что на сегодняшний момент у нас 37% посещения учреждений общего среднего образования. То есть дети как работали, ходили в школу, так и ходят. До такой категории детей аттестация будет по четырем четвертям в том обычном режиме, как обычно. Про дистанционное образование говорили уже давно. Коронавирус ускорил процесс. Теперь не только говорят, но и пробуют. Некоторые школьники в четвертой четверти обучаются, насколько это возможно, на дому. То есть педагог дает задание, которое нужно выполнять, чтобы не отставать от программы. Для этих ребят предусмотрен свой вариант аттестации. Наши все учителя, которые работают с детьми дистанционно, ведут свои рабочие журнальчики, в которых выставляют результаты деятельности учебной наших учеников. Поэтому, если ребенок в последние дни четверти появится на уроке, получит, например, одну отметочку, и с учетом тех отметок, которые он заработал в течение четверти дистанционно, будет выставлена отметка за четвертую четверть. И тогда итоговая отметочка будет с учетом трех четвертей и последней четверти, по которой работал ребенок. На данный момент мозорские школы заполнены менее чем на 40%. Младший блок – и того меньше. Эти ребята смогут наверстать все в следующем учебном году. Другое дело – выпускники. В отделе образования говорят, экзамены пройдут согласно плану. Выпускные экзамены будут, они состоятся в утвержденной министерством сроки. Единственное, что на выпускных экзаменах будет усилен режим безопасности. Дети будут сидеть на расстоянии, если это письменные экзамены. Дети будут обеспечены масками, будем просить родителей оказать нам содействие. Значит, если это будут устные какие-то опросы, дети будут опрашиваться по одному. То есть мы постараемся выдержать все санитарные нормы безопасности при сдаче экзаменов детей. А еще в отделе образования напоминают – регистрация на централизованное тестирование проходит по 1 июня включительно. В связи с эпидситуацией сделать это можно онлайн. Подробная информация, как регистрироваться, а также график ЦТ находятся в открытом доступе в сети интернет.